Вы слушаете Радио Болткома. Да, добрый день, уважаемый радиослушатель. Начинаем работу в прямом эфире, как мы анонсировали. Сегодня у нас в гостях инженер, я бы так сказал, инженер железнодорожного транспорта, да, вы меня потом поправите, Сергей Белый. Добрый день. Здравствуйте вы, здравствуйте слушатели, здравствуйте зрители. Да, потому что мы, как современные технологии, уже позволяют нам не только быть вот в радиоэфире, но и в телевизионной эфире с трансляцией Фейсбука и Ютуба. Ну вот я думаю, что я не совру, это не будет привлечением. Я скажу, что действительно сейчас к железнодорожному транспорту приковано особое внимание, и я бы это внимание разделил как бы, ну, на три части. Первое, это все, что связано с санкционным режимом, но, к сожалению, сфера транзита и логистики еще до этой войны страдала, сейчас мы понимаем, в каком состоянии, об этом мы только чуть поговорим. Вторая часть, это ожидание, по крайней мере, я так понимаю, ну, наверное, в конце этого года и начале следующих этих новых электропоездов, пассажирских, для пассажиров это будет нечто такое интересное, исторический даже этап. И третий вариант, третий этап, это все, что связано с Раул Балтик, это совершенно западная колея, для нас еще что-то неведомое, по крайней мере, для жителей Латвии. Вот обо всем по порядку. Ну, может быть, начнем с того, что я, если я не ошибаюсь, вы, по-моему, больше, чем два десятка лет поработали на латвийской железной дороге, по-моему, 22 года, если мне память не изменяет. Абсолютно верно, очень много отработал, и работал я, начал я работать монтером с зарплатой 72 лата в месяц. То есть вы все этапы прошли, от рядового? Да, 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 да. Я тихонько, используя свои знания, свои умения, силу мозга и силу мышц, использовал это все и тихонько… То есть вы все эти этапы знаете? По всем ступенькам, от работяги до руководителя большой структуры, в которой на момент ее создания было более 1400 работников, да, все этапы я прошел, от и до. Я знаю специфику работы латвийской железной дороги с самого низа, с самого болтика, как это работает. Понятно, что всегда хочется надеяться на лучшее, но вот вы, наверное, застали, можно так сказать, что вы застали расцвет железной дороги латвийской, если так можно сказать, ну, может быть, не расцвет, потому что мы знаем, что в 90-е годы, наверное, был какой-то определенный кризис, потом, начиная с каких-то 2000-х годов, по мере улучшения отношений с нашими соседями, все-таки объем грузоперевозок в какой-то момент был, ну, рекордный, ну, по латвийским меркам. Абсолютно верно. И там, скорее всего, я вот так все цифры на память не помню, но если посмотреть на общие объемы перевозок латвийской дороги, то с 90-х годов и по 2012-й или 2014-й, что-то в этом роде, там почти линейный рост объемов перевозок. И 60 миллионов тонн, это вот был достигнут рекорд, по-моему, это все-таки 2012-й год. 2012-й, мне кажется. 60 миллионов тонн, это сейчас выглядит нечто фантастическое, да? Если сейчас железной дороге удастся заполучить такие объемы перевозок, железная дорога будет, ну, скажем так, в шоколаде. Ну, не похоже, да? Пока нет. И все, что мы видим сейчас, это, я бы назвал, что это плачевно. Объем перевозок это недостаточен для латвийской дороги. 2020-й год, если правильно помню, 24 миллиона. 2021-й год 21 миллион там с хвостиками, с какими-то. Ну, этого недостаточно, и государство помогает дороге. Были субсидии, были проплаты в 20-м и в 21-м году. Потому что иначе без этого вообще бы непонятно, как можно было содержать, да, ушел на железную дорогу. Это же очень большие расходы. В железной дороге нужно расходы покрывать доходами. Доходов нет. Те бизнесы, которыми занята дорога, они не дают возможности жить припеваючи. Приходится государству помогать. А почему так происходит, это уже другой вопрос. Он очень такой главенствующий, почему так происходит. И геополитическая ситуация на нашем земном шаре, и желание, может быть, коммерсанта латвийской железной дороги работать, или умение работать, это все взаимосвязано. И я вижу, что вот в желании и в умении есть что улучшать, это со стороны видно. В 2020 году была презентована новая бизнес-стратегия, по-моему, так она называлась, латвийской дороги. Сейчас уже 22-й год. Я как-то не вижу, чтобы эта бизнес-стратегия как-то реализовывалась. Какие-то потуги есть, но этого мало. Ну, говорят, что гуманитарии всегда говорят, что технорей, простите, ну так в народе называют людей с таким техническим образованием, то технореи, ну понятно, что все хорошо с математикой, раз они инженеры, да, и значит, у них есть такое аналитическое, логическое мышление. Поэтому я задам вопрос, может быть, который выходит за пределы железной дороги, но он очень важный для всех жителей Латвии, для всех граждан Латвии. У вас есть ощущение, что вот у правительства есть определенная стратегия развития страны? Я сейчас не говорю о вот этой страшной войне, которая происходит, я не говорю, может быть, о санкциях, к этому мы еще вернемся, вообще о стратегии, потому что создается ощущение, что есть какие-то такие определенные модные вещи, там, не знаю, зеленая экономика, вот наши министры любят бросать такие вот громкие слова, там, не знаю, зеленая экономика, или, как сказал премьер, мудрая реиндустриализация, да. При этом как-то народу не поясняется, как она будет происходить, особенно в условиях рыночной экономики, когда государство само бизнесом не занимается, заводы не строит. Да, ведь от того, что я сказал, ну, мудрая реиндустриализация, мы с вами скажем мудрая, ну и дальше что? А в эфире можно использовать ненормативную лексику? Нельзя. Тогда я не вижу никакой стратегии у нашего государства, скажу простыми словами. Даже несмотря на все эти... Простому обывателю, простому жителю он это не заметит никогда. Фразы с политических трибун – это одно, а дела – это другое. Если мы говорим о зеленой энергетике, ну, вы знаете, она зеленой и за одну секунду не станет. Это нужно было декламировать еще заранее. Если посмотрим на карту Латвии, Литвы, Эстонии, ну, и близлежащих государств, и на этих картах отметим точечками, например, станции солнечные, где аккумулируется солнечная электроэнергия. То есть, знаете, в Латвии их там 2, 3, 4, может, 5 точечек там еле-еле мы насчитаем. Летом в основном, да, наверное? Посмотрим в Эстонию, там все получше. Посмотрим в Литву, там все получше. То есть, мы не развиваемся. Мы топчемся на месте, мы за большими лозунгами пытаемся скрыть свое бездействие. Мы пытаемся придумать сиюсекундно какую-то фишечку, какую-то идею и вот к ней бежать, используя еврофонды, евроденги. Вот вы меня сняли с языка следующий вопрос. Может, создаётся такое ощущение, что вот есть еврофонды, надо их освоить, потому что мне кажется, что нам так и не объяснили, вот если мы будем развивать эти вот солнечные панели, да, на домах или там, не знаю, на производственных помещениях, да, раз, будем там вот эти ветряные генераторы, не знаю, где их ставить, наверное, в море логичнее, да, сколько это нам даст возможность восполнить там недостающий дефицит? Ведь этих цифр нет, нам не говорят, говорят, что вот есть на это деньги, будем развивать. Это реально вообще в Латвии? В любых действиях, в любых планах, в любых стратегиях любой этот стратег должен думать только об одном. Латвия на первом месте. Это его главная мысль и главная идея. Несмотря на то, что мы там в Европейском Союзе находимся. Используя этот лозунг, используя эту мысль главенствующую, только тогда он должен приступать к работе. Он должен думать, как сделать для страны лучше, для страны, для своей родины. Я скажу открыто в камеру и в микрофон, Латвия – это моя родина, и я горжусь этим. Хотите что-то для нее сделать? Все, что могу, все делаю только для нее, не для кого-то. Этнические мои корни идут из Белоруссии, но Латвия – это моя родина, я здесь родился. Судя по фамилии, мне даже казалось, что, возможно, я из Украины частично, да? Нет, больше из Белоруссии, наверное, да? Да, да, да. Ну, там граница Украины-Белоруссии из тех краев. Да, вот возвращаясь все-таки вот к этой экономической стратегии, да, в принципе, возможно ли какие-то радикальные перемены, ну, в лучшую сторону в экономике с учетом той структуры, которая у нас есть, производственной, да? Ну, сколько у нас там производства по статистике? По-моему, 18% максимум. Имея четкий план, имея видение, что ты хочешь сделать, можно и производство поднять. У нас производственные мощности, они сейчас задействованы на маленький процент, все верно, в стране, но не все потеряно, не все еще потеряно. А кадры, вот если вам, как, не знаю, частному предпринимателю понадобятся специалисты, вы их можете найти здесь? Давайте я как железнодорожник скажу. Я на примере железнодорожного опыта могу сказать, что с кадрами не все хорошо. Если мы посмотрим на сайт Латвийской железной дороги, несмотря на их сокращение, постоянно проводимые и анонсируемые, у них все равно нехватка где-то порядка 20 работников. Где-то плюс-минус 20 вакансий всегда я на сайте ЛДЗ вижу. Это низшие вакансии, ну, есть и высокие вакансии, но в основном это категории рабочих. Рынок труда латвийский, он очень узкий. Система образования тоже за последние 10 лет доведена доведена до, я чувствую, что даже... Особенно по тех образований, несмотря на все еврофонды, которые тоже выделяются на эти цели, да? До состояния какого-то неживого. Вот они стагнируют сейчас и стагнируют вот... То есть, квалифицировать рабочие и готовят мало, прямо скажем, да? Работодателем. Вот я был работодатель, я сейчас на латвийской дороге не работаю, но мы трудоустраивали, конечно же, большое количество работников. И каждый год нам приходилось искать, ну, все-таки есть какое-то течение кадров. Кто-то уходит, кто-то приходит. Вот это уходит, приходит. Это тоже было в районе, ну, плюс-минус 20. И, вы знаете, готовый кадр, работник, хороший работник, если он приходил, это был праздник. А так приходилось трудоустраивать молодых ребят, у которых есть амбиции. Было необходимо устраивать и людей уже с опытом, но работодатель всегда вкладывал в этого нового работника помимо денег еще и время. Где-то год, два, три, и ты получишь вот из этого нового специалиста, пришедшего на дорогу, нормального человека, которому можно доверить безопасность движения поездов. Безопасность движения поездов – это первостепенно, потому что при каких-то экстраординарных ситуациях, возможно, случаи, что и пол-латвийку эвакуировать нужно будет. Поэтому безопасность движения поездов – это первостепенно. И доверить работнику ответственное дело – это все-таки решение. – Вот если мы говорим и с одной стороны такой профессиональный вопрос, с другой стороны, может быть, в какой-то степени и политический, и называйте как хотите, мы понимаем, что в свете санкций вообще военной ситуации, что транзит и логистика дальше его объемы будут снижаться, особенно на восточном направлении. И попытки латвийской железной дороги привлечь груза из Казахстана и из Китая, наверное, это правильно, да, но мы не граничим ни с Казахстаном, ни с Китаем, географию знаем хорошо. Как вам кажется, нет ли опасности, что в какой-то момент скажут, как это было, помните, там на участке с Литвой, что теперь в восточном направлении железная дорога не нужна, ну, для грузоперевозок. Да, вот у нас электрички идут, там, это, конечно, станция где, ну, по Латвии, да, давайте мы, ну, может быть, я сейчас это, наверное, слишком преувеличение, распилим эти рельсы и опустим железный занавес и будем теперь, если раньше мы говорили, что у нас вот это советское колея железнодорожное, мы все туда гоним, то теперь у нас приоритет на Запад, узкое колея, Реал Бортика, об этом, может быть, чуть-чуть поговорим. Нет такой опасности или вам кажется, что все-таки мудрости хватит, не рушит все? Я сначала скажу о себе, я неизлечимо болен, я оптимист. Так, уже хорошо, потому что обычно люди приходят с таким настоем, что все пропало, да? Нет, нет, я вот всегда борюсь, как бы не было плохо, какой бы безвыходной ситуации ни казалось, все равно найдешь выход, все равно холодный рассудок, опыт, может быть, жизненный мудрость. То есть вам не кажется, что все, да, все закончилось, да? Мне кажется, что наши политики, которые нынешние, которые власти, вот эта вот правящая коалиция, ну, они делают все возможное, чтобы только вот себя как-то убить в глазах народа. И все их решения, они только на это и построены. Люди жить хотят, люди работать хотят, люди хотят гордиться своей страной, что я из Латвии, я, например, работаю в логистической отрасли или в транспортной отрасли, или я в порту, докер, или еще кто-то, мне хочется гордиться этим, мне хочется сказать, что у меня уровень моей зарплаты стремится к среднеевропейскому. Мне многое, что хочется сделать, мне хочется многим гордиться, но судя по тому, что творится, это неправильно. Сказали ключевые слова, поскольку, ну, вот, все-таки ежи какая-то, ну, это не ежи, а это, мне кажется, очень важно учитывать вообще историческое положение Латвии, географическое, стратегическое. Ну, сфера транзита и логистики, она всегда была вот на этом еще со времен вот этих гонзейских земель, да. Попытка сейчас представить, что Латвия будет чем-то другим, да, ну, хотя чем, нам не сказали. Мы не можем, пока не можем генерировать продукт. У нас производство наше, ну, вы сами говорили, что циферки у нас слабенькие, то есть, в принципе, для того, чтобы нам выживать в нашей стране, выживать, с самого начала это выживать, нам нужно быть, ну, транзитной страной. Да мы должны использовать свое выгодное положение. Уже имеющиеся инфраструктуры. Если не в направлении восток-запад, то в направлении север-юг, ну, в любом направлении. А, кстати. В любом направлении, но мы должны генерировать продукт в виде транзита. То есть, это то, на чем можно зарабатывать хорошие деньги. Логистика, транзит, это в наше время, когда производство на востоке очень сильно развито. Восток, я говорю, Китай, Индия, это очень развитые экономики. Китай первая, если я правильно помню, Индия третья или в районе, по-моему, третья, где экономика в мире. И эти экономики в мире генерируют очень много продуктов, которые потребляются в Европе. И использовать свое положение сейчас Латвия может. Почему? Потому что использовать ту геополитическую ситуацию, ну, все используют ее. Какая она есть, такая она есть. Посмотрите, недавние новости, и логистические центры в Польше развиваются для помощи Украине. То есть, этот бизнес работает. Он ищет возможность, как использовать существующую ситуацию. Деньги правят миром. И это уже, наверное, со средних веков. И деньги, они ищут возможность зарабатывать деньги. И в Латвии, ну, Латвия тоже должна уметь зарабатывать деньги. Особенно с учетом того, что сказали банковский, бизнес нерезидентский мы закрыли. Латвия на первом месте для любого жителя, для любого человека, который здесь живет или трудится, или содержит бизнес, ну, Латвия, это должно быть приоритетом. И это, ну, это должно просматриваться. Ну, хотя бы это должно быть видно. Вот, я думаю, что вам, наверное, знакомые часто задавали вопрос, ну, по крайней мере, пока вы работаете на железной дороге, ну, да и сейчас, как профессионалу, была ли возможность у Латвии, ну, естественно, вкладывая средства, сделать, ну, скоростную железную дорогу, скоростные электрички, сейчас нам, правда, обещают эти новые электрички, но, по-моему, они будут идти, ну, примерно с той же скоростью, плюс-минус, что были, может быть, чуточку быстрее. Или вообще это не самоцель? Во всем мире все развивается. И стоять на месте нельзя. Сейчас, ну, ладно, допустим, там, 300 лет тому назад, чтобы купить корову, нужно было постараться. Ты ее еще найди. Да. Сейчас, чтобы купить корову, тебе, ну, не надо стараться. Ты ее можешь купить прямо сейчас. Да. И тебе ее доставят прямо домой. Ну, и ее тебе доставят. То есть все очень быстро. И вот эта вот скорость, она во всем. Интернет, мы там все смотрим. Раньше там 20 килобит в секунду уже было хорошо, и ты был чемпион. Сейчас, если там тормозит на несколько секунд, ты начинаешь мегабит. Сейчас, если у тебя уже 5 мегабитов, ты уже как бы думаешь, а что это такое, и начинаешь переживать. Скорость движения поездов – это скорость перемещения груза, скорость перемещения пассажира. Это деньги. Которые, которые пользуются дорогой, если скорость эта будет конкурентоспособной по сравнению с автоперевозками, то почему бы и нет. Если на автомобиле мне доехать из Айскра до центра Риги нужно больше часа, не знаю, сколько, может час-двадцать или что-то пределах. Иногда и полтора, если ты попадаешь в полку. Если поезд тебе будет давать эту услугу, что я попадаю в центр Риги за 30-40-50 минут. Без всяких пробок, читая газету условно. Почему вы этим не воспользуете? Или компьютер. Здесь вопрос государства, здесь вопрос министерства сообщений, как построить эту инфраструктуру. Сейчас наше нынешнее министерство сообщений начало в эту сторону думать, начало позиционировать железную дорогу как хребет пассажирских перевозок и менять вообще структуру перевозок. То есть локально нужно выбирать такие центры пассажирские, например, допустим, Айскрауклы, где начинается контактная сеть, откуда электрички едут уже в сторону Риги. Значит, Айскрауклы из-за местных всех весей и деревень должен подтягивать пассажиров местный автотранспорт. Это парк-эн-райд стояночки, это и автобусное сообщение. То, чего у нас не сделали до сих пор. Хотя много говорили, как обычно. Ну, здесь, ну, вот руки у нас такие вот. У многих людей руки из плечей растут, а у многих и не оттуда они. Не оттуда, да. И так во всем, да. Я скажу, что вот эта скорость, она нужна. Она нужна. Многим людям покажется, что это нет. Зачем? Зачем этому поезду? Он ехал со скоростью 100 км в час, а будет ехать со скоростью 140 км в час. Ну, зачем? Нет, вы знаете, в наше время пять минут решает все. Я к вам на эфир шел, так и сопланировал все с точностью до минуты. И мне в этом помогли технологии, и современный транспорт. И все сложилось. Точно. Минуты, минуты. Раньше, например, ну, не знаю, 50-60 лет назад ты должен был думать, значит, нужное время, в нужном месте я должен появиться за два часа где-то. Чтобы, ну, точно не опоздать. Где извозчика взять, да, сколько дойти, да. Сейчас с точностью до минуты. То есть, эта точность, эта скорость, она у нас возросла и в разы, если не в десятки раз. Ну, я так понимаю, если мы берем, я знаю, что вы там и сотрудничаете, если мы берем, не знаю, ну, знаменитую Deutsche Bahn, немецкую железную дорогу, я так понимаю, что там ведь, несмотря на то, что скорость есть, там и современные технологии позволяют обеспечивать безопасность на том же уровне, как будто поезд идет медленно. Я не прав? Абсолютно верно вы говорите, и современные системы железнодорожной автоматики, они, ну, они настолько умны, что, ну, даже не пером описать, и словом, тем более, это у нас эфиров займет несколько тут суток, будем сидеть, где эфиры, там технологии развиваются, эти технологии серьезные, эти технологии все не просто так придуманы, там серьезный вопрос сертификации, проверок этих, доказательств безопасности, это все серьезный механизм, который регламентирован и европейскими стандартами, регулами, ну, и тому подобными инструментами. Ну, при принципе, там уже примерно те же технологии, что в каких-то суперсовременных автомобилях, где они там тормозят перед препятствием, там и так далее, да? Абсолютно верно. Я так простым языком, естественно, говорю, да? Современные системы, они умные, но у них есть недостатки, конечно, современные системы, они дороги в эксплуатации, очень дороги в эксплуатации, но сейчас начинают зарождаться системы, которые умные, но не так дороги в эксплуатации, но латвийские железнодороги до них далеко, они даже не знают, что есть такие системы. Я вот поездил по миру, пока не работаю на латвийской железнодороге, и ознакомился с тем опытом, который есть у других стран, в том числе я в Украине провел очень много времени, да, я и с проектными институтами общался, и конкретно с дорогами украинскими, да, и метрополитен, в том числе, где системы безопасности стоят, ну, на более высокой ступенике, чем системы безопасности движения поездов наземные. Да, я извиняюсь, что вас перебиваю, но это, наверное, важно. В принципе, зная, вот вы как профессионал железнодорожной системы, вы бы вот эту метросистему смогли бы освоить, да, это что-то похожее ведь, да? Ну, обывателю кажется, ну, подумаешь, вагоны только другие, ну, рельсы чуть-чуть другие. Человек, который получил образование в своей отрасли и который следил за перспективными технологиями, за... Может перестроиться, да? Можно, можно, все хорошо, все поправимо, и для новых поездов, для новых поездов, ну, Латвия почти готова. Вот новые пассажирские поезда, у Латвии сейчас, в латвийской железнодороге есть действующие два контракта по модернизации пассажирской инфраструктуры, это перроны, ну, и все, что с этим связано табло, и тому подобное. Потому что, видимо, они должны быть повыше, вот эти перроны, Да, абсолютно верно. Кое-что уже было сделано до того, латвийская железнодорога не тормозила, она подготавливалась к этому, и многие перроны уже сделаны повышенными. Сейчас у латвийской железнодороги есть действующий тендер на... по повышению скорости движения поездов на участке Рига, Елгава, Рига, Айскрауклы. Этот тендер, надеюсь, закончится удачно для латвийской железнодороги. Пока я, как бы, слежу за этим, и, конечно, много у меня негатива, смотрю за этим всем. Но, вы знаете, сейчас апрель, это потеряно четыре месяца уже. Срок реализации проекта – это строго конец 2023 года. Это заканчивается софинансированием европейских фондов. По-моему, Кахиезийный это фонд. Да, по-моему, Кахиезийный. Я не буду тут врать, но, по-моему, это он был. И, вы знаете, за такой короткий промежуток времени реализовать этот проект может только такая очень инновационная компания или союз компаний, которые следят за перспективами, за перспективными разработками. А со старым подходом, который до того культивировался на железной дороге, ну, вы знаете, далеко не уедешь. Я вам скажу даже больше. Сейчас Латвийская железная дорога реализует проекты, в которых используются старые релейные решения 60-х, 70-х годов. Они все еще работают, да? Они сейчас их за европейские деньги получат, да, несмотря на свое желание быть такими... Ну, если эта система работает, ну, пускай работает, да. Ну, она ничего не дает железной дороге, как эксплуатирующая организация. Да, правильно. Система, ну, скажем так, тупая, она не дает тебе... Ну, она просто морально уже устарела давно, да. Система должна быть умной, она должна говорить, где нужно болтик подкрутить, как часто его там подкручивать, пытаться предсказать свое состояние, например. Система должна сказать, знаете, через месяц, возможно, вот на этом участке, ну, у меня что-то сломается. Поэтому, ну, давайте, подумайте, посмотрите. Вы абсолютно правы. Таких систем на латвийской дороге нет. Система технического контроля, ну, так, что-то есть, но не так широко, как хотелось бы. Системы, которые есть на дороге железной, они не необслуживаемые, что позволяло бы, если использовать систему обслуживаемые, тебе их нужно обслуживать, тебе нужен штат. А если система необслуживаемая, то, соответственно, тебе и не нужен штат. Или обслуживать нужно, там, раз в 10 лет. Таких систем на дороге нет. Станцию региопассажирская переделывают, перестраивают в связи со строительством Рейл Балтики. Там была с самого начала идея, хотя бы специальные устройства такие, привода, назовем их так, установить, необслуживаемые. Но жизнь дорога сама отказалась. Она будет обслуживать устройства, которые нужно раз в две недели открыть, посмотреть, помазать, там, понюхать, сказать спасибо и закрыть. Ну, что это за устройства такие в наш век-то? Да, это... И тем более сокращать народ нужно. Уже сейчас анонсировали, я не знаю, правда, почему анонсировали сокращение 600... 600 человек, да. Или это возможно будут, или это уже будут. Из заявлений нынешних, как политиков, такие руководители компании, много что непонятно. Нет, они теперь не утверждают себя. Воздух сотрясают, что-то говорят, а что это значит, зачем это сказано? Ну, иногда бывает сложно понять. Вот в подтверждении ваших слов, вы, наверное, тоже обратили внимание, это как раз очень наглядно выявилось во время этой пандемии. Это, естественно, не совсем связано с дорожным транспортом, но все мы в Латвии живем. Пандемия ударила по всем. Вот иногда вроде бы ты условно-геологически понимал, вот почему принимают столь иное решение. Мы сейчас не будем все это вспоминать, но вообще в принципе. Но почему с опозданием? Почему народу не объяснили? А если объяснили, то как? Какую цель мы хотим достичь? Ведь вы, как инженер, прекрасно знаете, что если вы ставите, к чему-то идете, вы себе ставите задачу. Для чего вы, извините, сделали вот этот электроузел или вот эту умную систему? В принципе, для чего? Не просто тому, что вам понравилась вот эта коробочка. Наверное, есть какая-то задача. Иногда ты не понимаешь, а какая задача у правительства? Если мы говорим о этой ситуации с коронавирусом и вот действия наших ведущих, ведущих политических деятелей. Я логики, если честно, не увидел. Он до сих пор не увидел. Я инженер, получил два высших инженерных образования. Я знаю, что такое инженерия. Инженерия – это точная наука. Вы знаете, я точности, логичности, логичности действий, последовательности действий я в действиях наших политиков не заметил. Да, вот не могу вас не спросить, может быть, действительно, как в данной ситуации у независимого эксперта, это очень важно, вот по поводу проекта «Реал Бартик». Когда только он вводился и решался вопрос об этом проекте, значит, было несколько версий, они по-прежнему еще актуальны. Одни говорили, слушайте, ну что вы хотите? Нам дают такие большие деньги для Латвии. Это ведь развитие экономики, рабочие места. Что мы будем думать о том, что дальше будет, насколько она эффективна? Есть деньги, надо их осваивать. Это был один аргумент, согласитесь, тоже не самый последний раз такие большие деньги. Второй был аргумент, который говорил, ну он такой, не публичный, но говорили, ну вы же понимаете, проект на Запад – это стратегическое военное значение, возить оружие туда-сюда, не дай бог, если что случится. Это было такое, ну понятно, что публично это не говорили, но намекалось. И третий вариант, когда нам говорили, ну вы понимаете, ну да, пассажирские перевозки, наверное, на Запад с учетом авиасообщения будут убыточные, но а вдруг у нас так разовьется вот эта логистика и грузы еще больше, чем когда-то было вот на восточном направлении, да? И тогда это будет, не знаю, там золотая жила. Вот вам, как вообще представляется вот это будущее Рао-Балтик? – Я уже говорил, что я неизлечимо болен. – Да, оптимизм. – Оптимизм. – Да, значит все будет в порядке. – Все будет хорошо. – Просто так вложить огромную кучу денег, там 5 или 6 миллиардов евро, ну я думаю, что не было бы никакого логического смысла. – Я в проекте Рао-Балтика вижу только хорошее. Особенно мне нравятся вот эти идеи соединения колеи 15-20 и колеи 14-35 в каких-то логистических терминалах, что позволило бы, например, транзит грузов сделать более таким гибким. То есть если мы перевозим груз, то мы перевозим до порта, порт – это на корабль, корабль – это вот туда, Роттердам. А если есть логистические центры, где ты, получив груз, например, по колее 15-20, перегружаешь его на подвижной состав 14-35 и по европейской уже колее в Европу, ну я в этом вижу определенный плюс. – Рано или поздно эта вся война и санкции закончатся, правильно? – Да, да, да. И для нас, для Латвии, это вот хорошо, что у нас, по-моему, в районе Саласпилса задуман такой логистический центр. С точки зрения пассажирских перевозок я здесь тоже вижу только плюсы. Лично я о себе скажу честно, что я использовать Рейл-Балтику буду. потратить парочку часов в комфортабельном поезде и доехать до Таллина, и погулять по красивому городу – это комфорт, это класс, это шик. – И Финляндию съездить, да. – Или сейчас на 4 часа, или там с лишним, по-моему, 4 часа на автомобиле туда добирайся, устал и уже гулять не хочется, или там на автобусе, по-моему, там, наверное, еще дольше, все-таки остановки какие-то есть. Я в Рейл-Балтике перспективе вижу, только главное, чтобы ее построили. А то вот где-то год назад были… – Уже это явно, что затягивается, да. – Топические сообщения со стороны эстонцев, что дорога, да, построится, но, возможно, только к 30-му году. А я за то, чтобы этот объект инфраструктуры появился как можно быстрее. Это точно шанс, который нужно использовать. Может быть, сначала-то и не будет там этого пассажиропотока, но все со временем наладится. А обслуживать эту инфраструктуру на территории Латвии есть кому. Правда, вот со стороны нынешнего министерства сообщений я не вижу, чтобы они в эту сторону думали. Но есть латвийская железная дорога, которая инфраструктуру с колею 1435 обслуживать сможет. И есть персонал, которому нужно только чуть-чуть подучиться. – Ничего там такого, да. – Совсем микроскопично подучиться и, пожалуйста, обслуживайте эту инфраструктуру. Но пока я этого даже не вижу. Есть какие-то большие лозунги, Deutsche Bahn, Академия какая-то, что-то будет делать с учебными заведениями. Ничего не происходит. Уже 22-й год, он уже скоро закончится. Ничего в средствах массовой информации нет. Я специально, вот перед нашей встречей, я немножко погуглил, посмотрел, ничего там, тишина. Одно заявление, одна встреча была, по-моему, в прошлом году или в этом году. Дату не запомнил. И все, и тишина. Тут двигаться надо, шевелиться надо. Где этот наш порыв? Где наша скорость? – Да, время от времени, когда начинает вспоминать какую-то историю, историю Риги, историю Латвии, начинает кто-то с ностальгией говорит, ах, вот если бы еще чуть-чуть, если бы еще чуть-чуть, построили бы у нас метро. Ну, мы не будем говорить о том, что было бы, если было бы. Да, но вот в то же самое время, ведь вы же оптимист, наверное, вы согласитесь со мной, что, ну, хорошо, то, что было и не построили, что поэтому плакать. Но ведь можно развивать, как периодически, правда, почему-то только перед выборами говорят наши отдельные политики, в том же, в том числе и министр сообщений Линкайц, говорил о том, что мы там какую-то проведем электропоезд Булдараев. Да, кто-то, конечно, обрадовался, что в Булдараев будет свой, так сказать, электропоезд, но, а может быть, действительно это направление развития такого, как в Германии это, по-моему, называется, там же у них есть же, там, Убан, да, в зависимости от того, они идут под землей или над землей, да, может быть, нам, поскольку под землей нам уже не светит, может быть, нам действительно развивать это именно как, в том числе, и городской транспорт. Ну, вот, Золи Тудимон, там многие же пользуются жители. Конечно, и я только за, железнодорога, она, ну, она может неограниченный объем пассажиропотока через себя перевалить. Может быть, так развивать, правильно? Да, только здесь нужно привлечь пассажира, нужно построить инфраструктуру правильную, чтобы она, ну, была доступна. Ну, на примере той же Голландии, там, в Германию подъедь к станциям. У меня вот брат в Германии живет в Мюнхене, там около него станция железнодорожная, Убан. Убан, по-моему. Да, Убан. Вот, так там люди на велосипедах подъехали, комфортабельная велосипедная стоянка, я не знаю, насколько тысяч велосипедов. То есть, они оставили велосипед? Да, оставили, сели в поезд и тю-тю, поехали. И обратно так же. Да, и, ну, это все сделано с комфортом, это шиком, это удобно для людей. У нас что, к березе, что ли, этот велосипед привязывать? Где? И найдешь ли ты его обратно, когда ты вернешься, да, да. То есть, инфраструктура должна быть подготовленной, это должен быть стратегия, это нужно, чтобы умные люди сейчас сели, подумали, положили эти все идеи на бумагу и внизу подпись. То есть, 300 лет эту бумагу не менять, и за 10 лет просьба реализовать, и там большие подписи. Все, и тогда будет все сделано, только должно быть все задумано. У нас ничего задуманного, ну, может быть, там, на зачаточном уровне где-то кто-то что-то думает. Но я, например, по поводу поездов Балдыраево, почему нет? Почему нет? Если это будет востребовано, там большой микрорайон. Если остановка будет в нужном месте, где она будет доступна, доступна для пассажиров, то почему нет? Нет. Просто то, как сейчас мы пытаемся реализовать, министерство сообщений пытается реализовать, очень быстро. Я не знаю, почему они так быстро это реализовывают. Вот было объявлено на день назад, два назад, в начале закупочной процедуры по закупке поездов на батарейках. На батареях. Батареях, да. Я, как инженер, скажу, что я не поддерживаю эту идею. У меня у самого электромобиль. Я уже полгода эксплуатирую электромобиль. Но электропоезд на аккумуляторах, я считаю, что это все-таки неправильно. Это слишком много выкинуто денег. Вот водородный транспорт. А, то есть вы увидите в этом будущее, да? В этом, да. Вот для таких больших подвижных средств, поезд и т.д. и т.п. Вот водородная инфраструктура, это самое то. А вот эти батареи, это вот обслуживать эти батареи, менять их. Ну, сколько этот поезд проживет? Срок службы батареи 10 лет. Если мы говорим про большие токи, а тяговый ток, он большой, состав-то не весит 1 кг. Вот, это большие токи. Ну, соответственно, тебе нужно решать вопрос, либо огромную батарею туда положить, либо батарея, которая будет через себя пропускать большой ток. Что убивает батарею? Ну, конечно, технологии развиваются. Но я все-таки считаю, что за водородом здесь должно было быть будущее. И такого рода подвижной состав, да, да, да. На какой-то промзоне, как это водородная генерирующая станция, заправочная станция, заправился быстренько, пух-пух-пух, и поехали. А сколько нужно будет заряжать этот электропоезд на батарейках? Я не знаю. Как заряжать? Я не знаю. Вот вы сказали, что полгода проехали на электромобиле. Это очень интересный опыт. Ну, многие ведь почему воздерживаются покупать электромобиль? Ну, по существу, по трем причинам. Есть совсем уж примитивно. Первое, неразвитая инфраструктура зарядки. Мы живем все в основном в этих многоквартирных домах. Раз. Второе, многие говорят, что, ну, все-таки климатические условия в Латвии такие, с этими зимами, с непонятными. Весна, вот сейчас весна, или что это сейчас, да, так сказать. И быстро разряжается батарея. Это вот, как бы, такой второй момент, да. Ну, и, наверное, третий момент, сама дороговизна этих, главным образом, новых автомобилей. Потому что покупать поддержанные, там, не знаю, дизельные, бензиновые можно. И люди это делают. У нас средний возраст автомобилей 15-17 в стране. Что касается электромобиля, наверное, все-таки предпочтительный новый. Вот вы, в принципе, довольны в общих чертах тем, что вы же все-таки еще инженер. Вы понимаете в этом что-то, да. Я перед тем, как купить этот электромобиль, вы знаете, я долго думал. И подходил к этому вопросу инженерно, абсолютно верно, с точки зрения инфраструктуры, как я буду его эксплуатировать. Ну, и экономии в том числе, наверное, да. В том числе экономия. И у меня мои расчеты на бумажке, они сложились в пользу электромобиля. Да, он дорогой. Я покупал поддержанный, и все равно за него пришлось отдать большую сумму денег. Я брал это для эксперимента. Я решил, что надо меняться. Я ушел с латвийской железной дороги, и надо меняться вообще целиком. Все по новому, жизнь начинает, да? Да, да, да. И вот автотранспорт в том числе. Я решил пересесть на электромобиль. Полгода сомневался, сейчас полгода владею. Вы знаете, у меня только положительные эмоции. Что вы? Только положительные эмоции. Недостатки есть, но с ними можно жить. Эта технология, она сейчас развивается. Вы знаете, автомобильный транспорт, если мы посмотрим на 1900-е годы, он тоже был не настолько удобен, как сейчас. Это мягко говоря. Сто лет. Сто лет развития, и мы получили очень хорошую технологию. Все с удовольствием ездят на автомобилях с внутренним, с двигателем внутреннего сгорания. Электромобили сейчас, я так понимаю, что это начало технологий. И те недостатки, какие есть, с ними можно жить. Они есть. Недостаточная инфраструктура. Это прежде всего, да? Абсолютно верно. Но вы знаете, очереди на электрозаправках, ну что это такое? Вы же не можете полдня, как рабочий человек, потратить просто, чтобы ожидать чего-то, да? Да, я свой график жизненный, жизненные ритмы я подстроил. У меня есть инфраструктура своя собственная, у меня частный дом, и у меня машина заряжается ночью от простой розетки. Практически как мобильный телефон. Да, чтобы зарядить машину, мне нужно вот плюс-минус там 10-17 часов, и она имеет полный бак. Ну, грубо говоря, на ночь поставил и все, в розетку включил, и она заряжается. Вот электромобиль, те, кто могут позволить себе купить его, это полбеды. Второе, это у тебя должна быть своя собственная розеточка. Если ее нет, на публичных зарядках это будет не жизнь. Это все время нужно будет тратить время. Вот, для езды по городу, по городу, вообще я вот говорю, что электротранспорт – это фантастика. По Риге шикарно, шикарно проехать. Ну, куда не надо гнать, да, спокойно. Все хорошо, ну, просто фантастически. Если мы по трассе говорим про ехаться, то да. У меня автомобиль с небольшой батареей, мне вот, чтобы наехать до Даугавпилса, или там вчера в Энспилс я ездил, мне посередине пути нужно вот зарядиться. Ну, трачу я на зарядке где-то 20-30 минут. На трассе больше тратится электричество, правильно я говорю? Да, 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 абсолютно верно. 20-30 минут зарядиться, но это время я использую, не сплю я в машине, я достаю компьютер, работаю, да, почта, переписка, какие-то планы, смотрю за какими-то новостями в мире, что произошло. То есть я это время трачу с пользой. И, вы знаете, я только за современные технологии, я только за, ну, в том числе и за электротранспорт. Ну, здесь нужно думать, каждому человеку нужно думать. Ну, что ж, у нас вот время эфира подошло к концу. Я думаю, что вот ваш оптимистический настрой, мы возьмем с собой, я думаю, наши все радиослушатели, и все будет хорошо в Латвии тоже, правильно? Завершая это. Абсолютно верно. На это нужно не плакаться, да, а работать. Я, как бы, от себя скажу всем только хорошие слова. Я за развитие, я за инновации, я за людей, за их благосостояние. Да, чтобы люди не уезжали, да, это очень важно. Это то, что нам так сильно не хватает. И я, пользуясь возможностью, попросил бы поставить песню в эфир когда-нибудь. Когда-нибудь, да. Да, мы ждем перемен. А, это замечательно. Чуть-чуть не в формате радиостанции, но обязательно ждем. Сергей Белый у нас был в прямом эфире, большое спасибо.